Друзья, приветствую всех! Это Мануфлайв. Сегодня снимаю свое очередное видео, в котором хочу вам рассказать о том, как проходит процесс оформления для беженцев из Украины, которые бегут от войны в Украине. Как именно проходит у нас в городе Апольда. Вы можете потом в дальнейшем сравнить, как проходит в вашем городе, в ваших городах, где вы живете по Германии, либо в другой стране Евросоюза. И написать мне в комментарии, дольше, либо быстрее у вас все это проходит. Я беру сейчас как пример семью, которая переселилась у нас из Украины, заселилась к нам в отель. И я занимался этим вопросом. Что первое? После того, как они приехали сюда, в Германию, на следующий день мы пошли с ними делать регистрацию по месту жительства. Для этого им нужно было взять справку, не справку, давайте так скажем, документ, который предоставляет отель, который заселяет беженцев. Ну, не только беженцев. У нас, скажу сразу, что наш отель, он не как бы является исключением, он не только для туристов и для рабочих, но он еще имеет два этажа квартиры. То есть, восемь этажей в отеле, два этажа это квартиры, которые сдаются. Поэтому у нас есть возможность заселять в отель беженцев в эти же квартиры. Дается разрешение на то, что отель может заселить туда человека. С этим разрешением идет, нужно идти... У нас это называется бюргер-бюро, да? Где-то это ратуша, возможно, татхаус. Вот. Мы пришли в бюргер-бюро. Они предъявили свои паспорта, в том числе и дети, загранпаспорта. Очень важно, загранпаспорта. Предъявили. И на основании этих загранпаспортов и этой бумаги из отеля нам сделали им прописку. Для них прописку. После этого нужно пойти в Auslanderbeherde, в ведомство по делам иностранцев. Взять там бланки, заполнить эти бланки. То есть, там заполняется, в принципе, очень... Ну, какая... Основная личная информация, фамилия, имя, тому подобное. Это было все им заполнено. И это у нас была, получается, среда. В четверг мы ходили, делали регистрацию. Да. В пятницу я отдал документы в Auslanderbeherde заполненные. И уже в понедельник... Нет, во вторник, извиняюсь, во вторник. Женщина, которая у нас проживает, приехала с детьми, получила так называемый вид на жительство, да, документ. Разрешающие в том числе и работать здесь, в Германии. То есть, вот весь процесс занял, получается, пять дней. Рабочих пять дней, да, так назовем. Это была среда. Точнее, четверг, пятница, понедельник, вторник. Четыре, четыре-пять дней. Это все у нас занимает в городе Апольда. При этом они также сделали еще, я забыл, фотографии. Это обязательно нужно было сделать, фотографии биометрические. Либо привезти с собой можно тоже. Биометрические фотографии. Они тоже подойдут. Ну и все. По поводу фотографии здесь договорились, здесь сделали скидки. Я уже вам это рассказывал. Вот такая вот информация для вас. То есть, как это проходит процесс оформления здесь, у нас в городе Апольда, землетелинги. Это процесс оформления не беженства. Они получают не беженство. Они получают здесь вид на жительство. А, вид на жительство, да. На какой срок? Я не сказал, на какой срок. Срок действия, которое выдается в городе Апольда, это 6 месяцев, полгода. Потом, если ничего не успокаивается, в Украине война продолжается. Выдается дальше до года. И если это все дальше продолжать, то до 3 лет выдается этот вид на жительство. Первоначально нам выдали здесь, тем, кто приехал из Украины, на полгода. Другой город, другая земля выдает немножечко по-другому. Там выдает сразу на год. У нас так. Так что так. Такая для вас информация. Если вам она была интересна и полезна, ставим, как всегда, лайки. Нет войны в Украине. Украина, мы с тобой. Всем всего доброго, всего хорошего. И бисбальд. Чус.